Это утро в Петербурге и мы продолжаем. Друзья, вот так выглядит утро под водой глазами художника Дениса Лотарева. Мы сейчас находимся на его персональной выставке в Ирарте. Она называется «Дивный новый мир». А вот и сам автор уже встречает это утро с нами. Денис, доброе утро. Доброе утро. И первый главный вопрос, конечно же, а правда, что все эти работы вы создавали там, где-то в пучине морской? Да, конечно, это правда. А как такое возможно? Я пишу, это пленерная работа, я пишу под водой с аквалангом. Это короткое время занимает. Ну, это не получается картины, это все-таки этюды. То есть мастерской у вас под водой нет, это каждый раз погружение? Да, это каждый раз в море. Это путешествие, связанное это с любовью к дайвингу, вообще к морю. А сколько раз погружались и на каком погружении решили, что надо и краски брать туда? Ну, смотрите, у меня сейчас на данный момент больше тысячи погружений, я как бы с опытом. Вот. Это пришло не сразу, где-то я погружение 100 сделал, и все-таки я, поскольку художник, я решил, что стоит попробовать. Первые пробы у меня, конечно, не получились, но в дальнейшем я уже узнал, как работать с материалами и уже с цветом там все по-другому. Вот вы инсталляцию устраиваете под водой, да? Да. Это уже отдельная такая история, где я делаю перформансы именно на природе и фотосессии, видеосессии. Вот. Вот. Отдельное у меня увлечение тем, что я хочу разработать первую такую в мире скульптуру, которая бы взаимодействовала с водой. Кинетическая подводная скульптура. Здесь вот одна из самых первых, да, потому что мы знаем, что есть скульптуры, есть подводные парки, но они все из бетона и они стоят на дне, а скульптура, которая плавает, парит в воде, ее такой нет, да. Да, и здесь замечательный фотограф Виктор Лягушкин, его фотография, он настолько любит фотографировать, делает это профессионально очень много лет с большим опытом погружений, что в данном снимке мы видим скульптуру, да, подводную и животное, это грибневик Болинопсис, но это происходит так, что человек в течение часа висит в толще воды и ждет, когда течение принесет животных различных, на фоне скульптуры он их фотографирует. Это как бы такие некие зрители, но не люди. Дивный новый мир называется ваша высовка, давайте, собственно, покажем. Этот дивный новый мир, он вокруг нас, и он в том числе о проблемах, с которыми уже столкнулось или столкнется человечество. Что там, какие проблемы вы видите на глубине? Проблемы в том, что я вижу мусор, да, много мусора, и в Красном море видел, и в озере Байкал, что очень грустно. Конечно, это уже сейчас проблемы в наше время. И я сторонник того, что в природе не может быть чего-то просто так случайно, что рано или поздно море переработает этот мусор, эти тонны пластика, и начнет его использовать. Поэтому у меня есть такая теория, околонаучная теория полимерного метаболизма. Я считаю, что в будущем морские донные существа начнут этот пластик перерабатывать и строить какие-то новые тела на основе полимеров. Вот здесь, в данной работе, эта серия называется El Niño, по-испански это малыш, но в научном сообществе этот термин закрепился как потепление климата, теплое течение. И это очень губительно для экосистемы, это в экваториальной части происходит, нарушается очень многое, гибнут животные, гибнут кораллы. И здесь у меня такое размышление на тему того, что это креветки криль, криль в океане, это как пчелы здесь на поверхности, если они вымрут, то и вся экосистема, и люди вымрут. Также и криль в океане, поэтому здесь такой человек умирающий. И вот здесь о животноводстве поднята проблема, о том, что очень много животных, которых мы кушаем, потребляем, настолько их много, что все это приводит к потеплению климата, к тому, что реки вымывают эрозия, идет почвы и так далее. Это целая такая цепочка. Это помощники, которые вам помогали создавать? Да, здесь в этом проекте я немножко подключил не только себя и каких-то существ, нечеловеческие агенты. Это уже машинное обучение, алгоритмическое искусство так называемое, когда художник может применять нейросети в творчестве как инструмент. И здесь мы видим серию скульптур, созданных нейросетью и напечатанных 3D-принтером. Это, можно сказать, медиа-арт-объекты, когда из цифрового мира, несуществующего материально, мы можем там что-то создать и достать в материальный мир путем печати и увидеть это. Спасибо большое, Денис. Такое творчество из будущего, которое доступно уже сейчас. Всем желающим в эр-арте выставка уже открылась. Спасибо.